Алиция Хшановская. Мистерия Рун. Руна Лаукас. Внутренний голос. Эпиграф. Случайность – это идеальное оправдание для глупцов, которые не хотят видеть чудеса мира и слышать голоса богов. Анджей Заленский. Арсана и Вульф были плотно заняты весь день. Они даже минутки не могли выделить друг для друга. Они, как и все жители деревни, трудились с подъемом и энтузиазмом. Жрица не удивлялась. Она знала свой народ и была уверена, что он готов к большим свершениям. Но то, что она видела, было выше ее самых смелых ожиданий. Оптимизм жителей деревни давал удивительные результаты. Дела показывали, что можно уже скоро отправляться в путь. Жрица, желая знать, что готовит им судьба в дальней дороге, обратилась к Руну. Мешочек с рунами всегда оставался при ней и был привязан к ее поясу. Жрица заперлась в своем опустевшем доме, села на пол, встряхнула мешочек и достала из него одну руну. Взглянула на нее и прошептала. «Благодарю тебя, о великий Один, и тебя, Фригия!» На ее ладони лежала руна Лаукас. В эту минуту раздался стук в дверь. «Кто там?» «Это я, Арсана!» «Входи, деточка!» Арсана вошла в дом и тут же увидела мешочек с рунами. «Вижу, что помешала тебе, госпожа. Извини, я приду позже». «Останься!» — с улыбкой сказала жрица. Вульф рассказал мне, что ты всю дорогу интересовалась рунами. Не хочешь ли узнать, какое сегодня выпало предсказание? «Очень хочу, но знаю, что не смею тебе мешать. Ты мне не мешаешь, а если так сильно этим интересуешься, то когда-нибудь займешь мое место и сама станешь жрицей. О, госпожа, я хотела бы, но не смогу». «Почему?» «Потому что люблю Вульфа и хочу быть его женой». «Ну и что?» «Я не смогла бы решиться на одиночество, как ты, госпожа». «А кто тебе сказал, что жрица должна быть одинокой?» «У меня ведь тоже был муж, и я очень его любила». «Двенадцать лет назад он вышел в море и не вернулся, а я не захотела никого другого». «Моя предшественница всю жизнь прожила с мужем и родила семерых сыновей». «Согласно нашим обычаям, с жрицей может быть только женщина». «А у нее не было дочери, поэтому все свое знание она передала мне». «Тебе известно, что у меня тоже нет дочери, и я должна выбрать, пока есть время, себе преемницу. Мне кажется, ты подходишь для этого, но решать только тебе». «Подумай». «Дашь мне ответ, когда доберемся до нашей долины. Поговори с Вульфом, ведь он будет твоим мужем, поэтому его согласие тоже очень важно». «Могу ли я что-то спросить?» «Спрашивай». «Какую руну достала госпожа?» Жрица улыбнулась. Руну Лаукас. Она принадлежит стихии воды и посвящена богине Фригге, супруге Великого Одина, и матери Тхора, Тира, Балдура, Хеда, Браги и Хермеда. Покровительствует она бракосочетанием, супружеству, рождению детей, а также всему, что связано с землей. Богине этой посвящен один из дней недели, понедельник, а понедельник будет послезавтра. «Именно в этот день мы и отправимся в путь». «О, госпожа, я чувствовала это. Мне даже снилось, что в этот день мы должны отправиться». «Меня это не удивляет, Арсана. У тебя очень сильный внутренний голос, который всегда будет тебе подсказывать, что следует делать. Я уверена, что ты станешь в будущем хорошей жрицей. А еще я знаю, что ты родишь дочь, которой сможешь передать то, чему научу тебя я. А теперь у меня к тебе есть просьба. Передай всем, чтобы завтра на закате солнца они собрались на побережье. Перед тем, как отправиться в путь, мы должны поблагодарить богов за их милость и попросить их о покровительстве. А сейчас оставь меня одну. Иди и подумай о том, что я тебе предложила». Название и ее значения. «Луказ», «Лагу», «Лагуз» – обозначает воду, озеро, океан, любую текущую воду или чеснок. Цвет салатовый или произвольный оттенок цвета воды. Число 13 или 2. Здоровье. Улучшает и укрепляет зрение, ускоряет лечение различных глазных заболеваний. Потенциал руны. Усиление восприятия, сильный внутренний голос. Основные свойства. Сила спокойствия, ритмическое течение, непосредственный опыт, усиление паранормальных возможностей. Послание руны. Вслушайся в свои ощущения и делай выводы из полученной информации. Значение предсказательное. Прямое положение. Сильный внутренний голос. Хорошие советы. Плодотворные контакты с людьми. Очищение. Оздоровление. Посвящение. Длительное успешное путешествие. Доброжелательная женщина-помощница. Благополучные роды. Удачный партнерский союз. Хороший контакт с чувствами. Настойчивое продвижение выбранным путем. Благополучное достижение задуманной цели. Перевернутое положение. Пренебрежение внутренним голосом и интуицией. Доверие исключительно логике и рассудку. Суровый экзамен. Промедление. Необоснованное откладывание на потом. Отравление. Несчастный случай. Разрушающая связь. Отсутствие любви. Женоподобность. Преувеличенная эмоциональность. Страх одиночества. Магическое применение. Помогает разобраться в собственных чувствах и эмоциях. Облегчает развитие и проявление паранормальных способностей. Поддерживает любовные связи. Содействует примирению поссорившихся партнеров или любовников. Защищает от несчастных случаев. Укрепляет женское начало. Придает дамам сексуальной привлекательности. Содействует процессам познания. Благоприятствует проведению научных исследований. Руна Лаукас может помочь тебе лучше приспосабливаться к обстоятельствам, повысить уровень восприятия, услышать внутренний голос, управлять приливами и отливами энергии. Довериться естественному течению событий. Определить свои истинные чувства. Руну Лаукас следует медитировать, когда желательно получить ответы на следующие вопросы. Что я в действительности чувствую? Понимаю ли я свои эмоции? Что хочет мне сказать мой внутренний голос? Что меня поддерживает? Что для меня значит одиночество? Умею ли оставаться самим собой? Руна Скрипт применяется с целью обеспечения гармонии в чувственной сфере и эмоциональной жизни, для улучшения отношений в партнерстве и гармонии в любовной связи. Субтитры создавал DimaTorzok